Продолжение следует... Что скажу вам? Будет интересно. Тема нашего урока – звук О, буква О. Сегодня на уроке мы научимся выделять звуки в словах и различать их признаки. Познакомимся со звуком О, будем распознавать образ буквы и сопоставлять его со звуком. Определим, о ком или о чем говорится в тексте и поймем, что хотел сказать автор. А сейчас время загадок. Слушайте внимательно и попробуйте отгадать. Я его кручу рукой и на шее, и ногой, и на талии кручу, и ронять я не хочу. Это обруч. Делим слово на слоги. О-бруч. В слове два слога. Произносим первый слог. О-о-о. Какой это звук? Звук О-о-о. Гласный ударный звук. В слове два гласных звука. Три согласных звука. Два твердых и один мягкий. Следующая загадка. Сидят рыбаки, стерегут поплавки. Рыбак корней поймал трёх окуней. Делим слово окуни на слоги. О-ку-ни. Три слога. Назовите первый слог. Звук О. Гласный ударный звук. В слове окуни три гласных звука. Два согласных. Один твёрдый, один мягкий. Открываем учебник на странице девяносто шесть. Задание первое. Рассмотрите картинки. Назовите, какой звук повторяется в словах. Рот, дом, нос, сом. В этих словах повторяется звук О. Прочитайте вместе со мной. Буква О. Луна и солнце. В доме круглое оконце. И часы, и колесо. И это, кажется, не всё. Найдите слова, в которых есть звук О. На что похожа буква О. Буква О похожа на окно. На казахском языке Терезе. На английском Виндоу. Открываем пропись. Страница сорок девять. Задание второе. Называем слова по картинкам. Первое слово окно. Второе стол. Выполняем звуковой разбор слова окно. Называем первый звук. Звук А. Какой это звук? Звук А. Гласный безударный звук. Произносим звук А. Опишем букву О. Закрашиваем клетку красным цветом. Называем второй звук. К. Какой это звук? Звук К. Согласный, глухой, твёрдый. Закрашиваем клетку синим цветом. Называем звук Н. Какой это звук? Звук Н. Согласный, звонкий, твёрдый. Закрашиваем клетку синим цветом. Произносим звук О. Какой это звук? Звук О. Гласный, ударный звук. Делим слово на слоги. О. Кно. В слове два слога. Выполняем разбор слова стол. Называем первый звук С. С. Какой это звук? Звук С. Согласный, глухой, твёрдый. Закрашиваем клетку синим цветом. Произносим звук Т. Какой это звук? Звук Т. Согласный, глухой, твёрдый. Закрашиваем клетку синим цветом. Произносим звук О. Какой это звук? Звук О. Гласный, ударный звук. Произносим звук Л. Какой это звук? Звук Л. Согласный, звонкий, твёрдый. Закрашиваем клетку синим цветом. Делим слово на слоги. Стол. В слове один слог. Запомните, буква О обозначает гласный звук О. Сегодня на уроке мы познакомимся с признанным мастером короткого юмористического рассказа Виктором Владимировичем Галявкиным. Герои его рассказов – обыкновенные мальчишки и девчонки, смешные и обаятельные. Послушайте отрывок из его рассказа «Болтуны». Сеня и его сосед по парте не заметили, как вошёл учитель. Сеня нарисовал на ладони себя и показал соседу. «Это я», – сказал он. «Похоже?» «Нисколько», – ответил Юра. «У тебя не такие уши». «А какие же у меня уши?» «Как у осла». «А у тебя нос, как у бегемота». «А ты – дыр-быр-тыр». «А ты – выр-тыр-выр». А ты р-р-р-р, а ты з-з-з. А ты, сказал Юра, и увидел рядом учителя. Хотел бы я знать, спросил учитель, кто же всё-таки вы такие? Как зовут героев рассказа? Главные герои этого рассказа Сеня и Юра. Что о них можно сказать? Мальчики сидят за одной партой. Можно ли их назвать друзьями? Нет, так друзья не поступают. Этот рассказ можно назвать юмористическим. А с вами случались в жизни подобные ситуации? Какие они? Расскажите об этом взрослым. Спинку прямо ты держи, голову чуть наклони, между партой кулачок, ручка смотрит пусть в плечо, Ноги на пол ровно ставь, будешь здорово писать. Надеюсь, это стихотворение помогло вам вспомнить, как подготовиться к следующему заданию. Мы будем писать новую букву. Работаем в прописи. Задание первое. Рассмотрите образец написания строчной буквы О. Пропишите соединение буквы А и О. Не торопитесь, пишите аккуратно. Завершите последнее задание в прописи. Напишите соединение Возьмите простой карандаш и закончите рисунок очки. Дорисуйте картинки божьих коровок и раскрасьте их. Подводим итоги. Мы научились выделять звуки в словах и различать их признаки. Познакомились со звуком О. Распознавали образ буквы и сопоставляли его со звуком. Определяли о ком или о чем говорится в тексте. И что хотел сказать автор. Ребята, если вам было интересно на уроке и вы все запомнили, нарисуйте смайлику улыбку. В шкале трудностей закрасьте кружок. Наш урок подошел к концу. Новых вам открытий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова